МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Автоэкспертиза. Я всех поздравляю с наступившим учебным годом новым. И мы сегодня тоже подстать этому событию. Подобрали тему, которая наверняка заинтересует, если не всех, то очень многих. Сегодня у нас почетная миссия. Мы постараемся найти из всего китайского автопрома самый замечательный автомобиль, который не стыдно купить, который не стыдно назвать автомобилем. Если я где-то утрирую или издеваюсь над китайским автопромом, то мои гости не дадут мне беспардонно вести себя в этой волбости. Поэтому они точно вам скажут, есть ли среди китайского автопрома марка или модель, которую не стыдно назвать современным автомобилем. Итак, у нас сегодня в гостях Евгений Межов, эксперт по китайскому автопрому. Евгений, здрасте. Добрый вечер. И Павел Носов, обозреватель газеты «Автобизнес-ревью». О, журнал «Автобизнес-ревью». Да. Вот сегодня эти замечательные люди будут вам рассказывать, что такое китайский автопром сегодня. И главное, есть ли среди них вот та самая заветная машина, на которую не жалко потратить деньги. Ну, потому что вы знаете, да, откройте интернет, любой форум по китайскому автомобилю, и там стоит только просто вот вброс какой-то легкий сделать, да все ваши тачки, тире, и все. Разорвут же просто, там будет столько сразу этих вот веток, подветок и так далее. И это вот пока батарейка не кончится в ноутбуке, вы будете это все читать. Поэтому сегодня вот эти эксперты вам и ответят, что к чему и почему. Для затравчика мы приготовили небольшой сюжет, но и по условиям нашей программы, которая, так сказать, немножко приоткроет завесу тайны, что такое китайский автопром на сегодня, кто там в лидерах. Но я сразу сказал, что у нас цифры несколько поменялись, я их вот списал, последние данные, после сюжета я их озвучу. Ну и все, вперед. Да, кстати, если вы счастливый владелец китайского автомобиля, вы напишите нам или позвоните. 617-95-55, префикс 495, и смс-портал для России 5577, для Казахстана 4444. Есть в Казахстане китайские машины? Есть. О, Евгений сказал, что есть. Добро пожаловать в Казахстан тоже. И напишите кратко, допустим, эксплуатирую там марку, модель, но не просто там, что вот я ее люблю и все, этого мало. Вы напишите там кратко ее в самые такие превосходные степени, потому что она там не ломается, потому что она там работает, или там вот несмотря ни на что, вот у нее лучше, чем у всех остальных там работают, я не знаю, кондиционер. Ну, к слову, или полный привод, или что-то еще. То есть должна быть какая-то характеристика автомобиля. Мы здесь вместе в конце программы попробуем сделать некий такой хит-парад народный, народных предпочтений, что же, собственно, вы выбираете своими кровными деньгами, голосуете за китайский автопром. Какая модель сегодня в лидерах будет. Все, давайте смотрим вводный сюжет, а потом будем разбираться. Продажи легковых автомобилей китайских брендов выросли на 30,5% по итогам первого квартала 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года. Совокупная доля китайцев в структуре рынка по стране впервые перешагнула порог в 3%. Наибольшей популярностью среди китайских брендов в России пользуются автомобили Great Wall, LeFan, Cherry и J.L. Но, несмотря на то, что наши соотечественники стали чаще появляться в салонах дилеров китайских брендов, в целом по стране отношение к автомобилям, произведенным в Поднебесной, очень прохладное. На то есть веские причины. Отсутствие широкой дилерской сети, надежность автомобилей и их ликвидность на вторичном рынке. Но, несмотря на это, стенды популярных китайских брендов на международных автосалонах пестрят разноцветными новинками, которые по качеству отделки и по технологии производства недалеко ушли от современных европейских производителей. Правда, все презентованные новинки не сразу попадают в шоурумы российских дилеров. Для начала китайские заводы, работая в три смены, пытаются насытить свой огромный рынок. И поэтому до экспорта новые модели доходят не сразу. А с учетом того, что китайцы очень быстро учатся и хорошо перенимают опыт западных конкурентов, появление новых моделей происходит регулярно. И из-за потребностей своего рынка наши соотечественники не видят того прогресса, которого китайцам удается достичь за короткие сроки. Но сейчас строится много заводов как на территории Поднебесной, так и за ее пределами. Так что ситуация в одночасье может измениться. И в нашу страну хлынут свежие китайские модели, которые, безусловно, отхватят свой кусочек рынка. Ну а теперь, чтобы, так сказать, завершить, вот те самые свежие цифры. Значит, у нас по продажам с января по июля этого года, 13-го, свежие данных я нашел. Значит, на 25-м месте «Джели» – 14 474 автомобиля продано. На 26-м месте «Лифан» – 14 083 автомобиля. На 27-м месте «Грейт Волл» – 12 122 машины. И 28-м место «Черри» – 11 525. Вот они, кстати, так кучно легли по данным АЭБ. Это случайно или нет? Я думаю, что это не совсем случайно, потому что «Черри», «Лифан» и «Джели» – они, в общем-то, являются прямыми конкурентами на российском рынке. Единственный «Грейт Волл» стоит немножко особняком, потому что его продажи сформированы, по сути, продажами внедорожника «Ховер». А надо понимать, что у того же «Джели» на сегодня внедорожника нет. У «Лифана» он появился совсем недавно. У «Черри» и «Черри Тига» тоже весьма условный внедорожник. Это все-таки городской кроссовер. Я думаю, что отчасти эти цифры продиктованы емкостью рынка и готовностью некой доли российских потребителей покупать китайские автомобили. Тем более, что для большинства все китайские автомобили одинаковые. То есть потребители воспринимают их как китайцы. На сегодня узнаваемость бренда настолько низкая, что разница между «Джели» и «Лифаном» и «Черри» для российского потребителя минимальна. То есть это некий усредненный объем покупателей китайских автомобилей. Во многом поэтому эти цифры близки, на мой взгляд. Павел, тогда вам вопрос. Вот они так кучкой легли из 25 по 28 место. Ну, не самое плохое. Я, честно говоря, думал, они будут вообще там в третьей десятке. Хотя в третьей десятке, с предельности ради, там грузовички. Развозные, вот эти «Доблотуротон» и больше, и свыше. «Грэйтфоллифан», «Черри», что у нас еще? «Джели». Вот четыре марки. Из этих четырех марок, ну, во-первых, кто отвалился за это время, сколько они у нас присутствуют на рынке, и из этих четырех брендов, кто вам наиболее симпатичный? Знаете, я скажу так. Вот есть четыре бренда, они как-то сейчас распределили места. Но если мы посмотрим рынок исторически, да, что было в предыдущие годы, то мы видим, что эти места и, более того, даже некоторые бренды меняются хаотически. То есть тот, кто вчера был в лидерах, сегодня упал, тот, кто вчера вообще не был никому известен, сегодня выбился в лидеры. И связано это, прежде всего, с не очень предсказуемой политикой, скажем так, китайских партнеров и не совсем понятной ситуацией со сборкой, с налогами, с вот всеми этими вещами. Поэтому, с моей точки зрения, преимущество есть у Great Walls, с той точки зрения, что хотя бы более-менее понятный партнер в лице Рито, у которого есть там какая-то долгосрочная история. Понятно, чего он хочет сам здесь, правильно? Понятно, чего он хочет здесь, и как бы он рискует своей репутацией. Он уже не первый день на рынке, он пережил один кризис. И с этой стороны, наверное, не так страшно довериться ему. Что касается остальных, то это очень молодые, с точки зрения истории марки у них. То там у Джили был роль дистрибьютор, да, у Автомир когда-то продавал, поставил в Россию лифаны, потому что потом они ушли отсюда, там дистрибьюторы свои появились. То есть нет долгосрочной, понятной политики. Далее сборка на Дервейсе тоже, как бы она сейчас есть. Про Дервейс чуть позже понятно. Вы немножко забегаете, да? Модельный ряд, насколько я понял, может меняться на этом заводе. То есть сегодня не собирают это, завтра можно... То есть из этой четверки, значит, более-менее Great Walls. С моей точки зрения, да. По крайней мере, это понятно. Значит, сейчас узнаем, что думают зрители. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да. Меня Александр зовут из Москвы, я вам звоню. Я хочу поделиться опытом эксплуатации китайского автомобиля. Правда, вы о нем сейчас не говорили в северном эфире. Какой? Какой-какой? Есть такая фирма замечательная, FAS. Называется. Да, в 2008 году я купил себе FAS Vita. Это машина, созданная на базе Яриста. Ну, вы знаете, я вот, честно говоря, до сих пор с теплотой вспоминаю этот автомобиль. Проехал на нем 70 тысяч. Единственное, из поломок была там замена по гарантии. И то вала рулевого. Люфт там был небольшой, подстукивал. Все. Обслуживалась она на станции Гольфа. Достаточно серьезные ребята там участвовали в этом процессе. И как бы, вот, честно говоря, потом, через три года после того, как продал ее, жене подбирал мотив и очень жалел, что ее продал. На самом деле, очень качественные машины. Я не знаю, почему они... Я понял, прошу про внимание, Маня Хребачка, что вы купили взамен? Я взамен купил, но я себе потом взял Санату, ну, больше просто машину уже взял. А, вот что. Ну, все равно, то есть вы от китайцев отошли, так или иначе. Спасибо огромное. Вот два слова, значит, да. И тут 70 тысяч километров. С другой стороны, я вспоминаю самую хрестоматийную историю про греческого таксиста. Дедушка ездил на 116 Мерседес. Ну, вы должны помнить эту машину. Он 4 миллиона километров на ней проехал. Ну, так, естественно, ты вот и делал. Не бросал же ее. Вот это пробег. 70 тысяч, ну, при всем моем уважении. Хотя, ну, если за 70 тысяч ничего не отвалилось, она вас радовала, ну, тут вы не зря потратите эти деньги. В связи с этим, в связи с этим, Евгений, тогда вопрос к вам. Со времен правительства Германа Грефа. И вот по самой, по самой, вот буквально после, значит, вчера не давала наш кабинет министров зеленый свет на постройку этих автомобилей здесь. Отвертка была в Барнауле, там вот позднее в Жгжеле. Где-то еще там дособирали как-то практически в Новосибирске. Был маленький заводик досборочный. Ну, вот так, чтобы по-взрослому сварка, краска кузовов. Вот то, что происходит в Черкесске, о чем начал Павел. Да, вот что немножечко происходит теперь в Белоруссии. И вот так дальше, так далее. Ну, если так, как бы они вот здорово так вот развиваются. И мы всего того, что они достигли, не видим. А у них теперь и вариаторы, и коробки, автомат. И бог знает, чего только сейчас. Нет современных. Ну, чего же не дать-то им тут поле у нас? Ну, и устроить им здоровье. Я думаю, что ситуация изменилась с тех времен, о которых вы говорили. Это был период 2007-2008, 2009 год, 2010, может быть, год. Когда, в общем-то, китайцев, надо сказать прямо, гнобили в средствах массовой информации. Особенно отличался в этом деле журнал авторевью. Я ни в коей мере не говорю, что одни плохие. Ну, одни донесовало все, но только авторевью. Но в том числе лидером было авторевью. Я прекрасно помню название статей. Там, ведро с болтами, там, коляска смерти и так далее. Обратите внимание, что происходит сейчас. Ситуация очень забавная. Ничего подобного сейчас не пишут. Сейчас во всех обзорах пишут, что да, вот этот автомобиль уступает, там, Тигу, уступает, там, Рено Дастеру. Но все очень корректно, в том числе от авторевью. Я так понимаю, что на сегодня социального заказа на то, чтобы гнобить китайцев, просто не существует. Соответственно, ответ на ваш вопрос. Если китайцы захотят прийти сюда и организовать производство, в чем, конечно, есть большие сомнения, ну, допустим, если они захотят, то я думаю, что никаких серьезных палок им в колеса вставлять сейчас не будут. Это моя вот позиция как эксперта. Я думаю, что ситуация на сегодня такова. Многим не нравится, наверное, их присутствие здесь, их развитие. Но я думаю, что никаких серьезных антикитайских действий не будет. А серьезные антикитайские действия, вы помните, когда ввели запретительную пошлину на Кузов 5000, что убило СКД, сборку. Это же было явно направлено против китайцев, однозначно. Я думаю, что сейчас этого не будет, тем более на фоне, ну, вот, недавних торговых войн с нашими ближайшими соседями. То есть я не исключаю, что движение в сторону Китая, оно будет достаточно активным. Хороший ответ, тем более, ну, я позволю себе маленькую ремарку, ведро с болтами, как эдематическое выражение, родилось в отношении, так сказать, такой любви народной к автомобилю нашему, исконно отечественному. Я условно сказал, я условно. Ну, приятно, что сначала мы свою продукцию так вот, а потом приближение, о, да они ничуть не хуже, да, в этом плане. Павел, а да ладно, скажите нам, а с кем конкурируют китайцы на сегодня здесь у нас в России? Но не просто так, да, как вот мы сейчас такую ретроспективу, такую поляночку обозначим и все. Есть ли такие пары? Ну, условно говоря, там, отечественный автомобиль, такой-то марка-модель, тире, китайский автомобиль, марка-модель, там, по цене ли, по как бы в классах ли, что-то такое, чтобы мы пример представляли, они, в общем-то, на что посягают. Знаете, начну с такой ремарки. Как сказал один мудрый человек, зачем нам китайский автопром, если у нас есть свой китайский автопром в лице АвтоВАЗа? Конечно, это немножко смело звучит, но определенная доля истины в этом есть. Что роднит наш автопром китайский, это некая непредсказуемость. В том числе непредсказуемость с точки зрения надежности. Я надеюсь, что в Тольятти сейчас приглушили громкость своих телевизоров, а вы продолжаете? Есть много людей, которые покупают, будь то китайский автопром, да, продукцию, или будь то АвтоВАЗ, ездят, радуются, говорят, ну там прошли сто или более тысяч, и не испытывали никаких проблем с этой машиной. В то же время есть широкая категория, и там, и там пользователей, которые столкнулись с серьезными проблемами сразу же по покупке, и которых проблемы эти не оставляли. В этом плане действительно китайский автопром конкурирует либо с нашими новыми моделями, либо с очень старыми иноматами. Люди должны себя прекрасно представлять. Вот как в боксе. В красном углу спортсмен в черных трусах, в белом углу спортсмен в синих трусах. Вот где эти спортсмены? В нашем углу кто стоит из вазовских моделей? Итак, исключая кроссоверы, вот эти переднеприводные, да, которым напрямую наши производители ничего не противопоставляют, то есть у нас нет таких, да, классов переднеприводных кроссоверов легких. Ну да, спортсмен в самой базе. Но это не совсем все-таки наша, это уже иномарка. Пусть она и собирается у нас. Ну там же написано, сделано это в России, это же должно греть как-то сердце. Не где-то там, там в ЮАР, прости господи. А у нас здесь, в Москве. Вот. Также у китайцев есть более-менее большие седаны, против чего, опять же, наш автопром по большому счету ничего не противопоставляет. В классе компактных моделей, более компактных, в принципе, китайцам что-то может противопоставить АвтоВАЗ со своей продукцией. Ну, Грант, в принципе, если сравнить с китайцами, то это не самый худший выбор, на мой взгляд. Нет. Если говорить о Грейтуоле, ну, в некоторой степени, наверное, что-то противопоставляет УАЗ в виде патриота. И здесь уже трудно сказать, кто впереди. То есть, конечно... Потому что у китайцев есть автомат, а у наших нет до сих пор. Не только в этом дело. А дело, ну, и в надежности, и в доступности запчастей, и всего. То есть, в сервисе в целом. Машина же, она не только ездит, да, ее как-то надо обслуживать. И при необходимости чинить машины все ломаются. Про Северский я лично приходил, и в итоге мне сказали, знаешь, что ты вот сними то, что у тебя сломалось, принеси, покажи, мы точно такое найдем у себя. И тогда ты вот получишь то, что хочешь. Аначе это бессмысленная игра. Так на словах мы вот такую фактуру придаем. Прецедентное право. Да, прецедентное право. Совершенно верно. А мы, знаете, что сделали? Мы взяли и вышли сегодня на улицы нашего замечательного города с совершенно простым ответом к людям. Я, так сказать, предысторию, да? Вот ведь я же вам тут сказал, да, что с 25 по 28 место 14 тысяч, 14 с хвостиком, 12, значит, 11, 11. То есть, на круг-то уже за 60 тысяч убежал, да? Значит, эти машины покупают? Безусловно. Тогда знают ли наши люди какие-либо из китайских брендов автомобильных марк? Вот этот вопрос мы сегодня задавали прохожим на улице. Вот что получилось. Давайте посмотрим. Джили, знаю, китайский. Лифан. Ну и многое остальное, которое даже, честно, не помню название. Ой, с этим я затрудняюсь ответить. Сан-Янг, наверное, или это корейское. Черт его знает. Я их не выговорю. Я значки знаю, а выговорить не выговорю. Хён-Най. Сан-Янг, по-моему, или это корейство. Ну, то есть, немного. Шахман, если брать по этим, по грузовикам. Что значит, тагазовское, это Вортекс. Баф, Гри, ну, Джили, что-то еще. Ну, Лифан. Ну, вот, по-моему, все пока. Ну, Грейт Волл, например. Практически все представлены на нашем рынке. Би-Ай-Ди, Лифан, Черри. Джили. Ну, это на скидку, собственно говоря. Забавно, да? Забавно. С одной стороны, на весах огромное количество людей, кто купил, прогрессовало своими деньгами. Кстати, я вам напоминаю, ведь у нас еще идет народный хит-парад. Самый лучший китайский автомобиль. Ну, для вас лично. Но пока почему-то антипатия, потому что вот из Самарской области добрый вечер был обладателем Черри Муллес седьмого года, ломалось все, что только можно на 32 тысячи, не выдержал, продал, пересел на Короллу. Ну, а дальше понятно. Идет, так сказать, превосходная степень и дань уважения конструкторам Короллы и так далее. Поэтому вы пишите, а вдруг у кого-то так же, как у нашего телезрителя, 70 тысяч проехало, а может быть и больше, и ничего не сломалось, все было здорово и замечательно. И вы до сих пор эксплуатируете китайский автомобиль. Максим, если позволите, одна ремарка по поводу опроса. Надо четко понимать, что это Москва. Если бы вы проводили опрос, например, в Татарстане, в Башкортостане или в Краснодарском крае, в Южном федеральном округе, я думаю, ответы были бы другие. Да, конечно, конечно. Когда была совершенно такая презентативная поездка на Лифан XC60, по-моему, если я ничего не слышал. XC60. XC60, да, XC, это я извините. Извините, был неправ. Да, XC60. Дело было в Краснодарском крае, и, в общем, надо было видеть азарт местных людей, которые очень так живо интересовались новинкой. Их ничего не смущало, что, в общем, там, то-то как бы вот надо бы поглядеть внимательно, и вот это здесь бы, и полнопривода-то нет, но внушал вид такой вот. По виду они вот, вот они умеют пустить пыль в глаза. Да или нет? Но если бы им предложили назвать известные им китайские бренды, то не факт, что ситуация была бы лучше. И все просто объяснимо. У китайцев очень маленький бюджетный маркетинг. Из-за этого, ну, просто элементарной узнаваемости бренда у китайцев фактически пока нет. Ну, мы это видели, собственно, сейчас. Да, по поводу бренда я сейчас от себя добавлю. Знаете, есть такая марка больших грузовиков, четырехосных, Хова. Вот каждый второй, судя по моим наблюдениям, владелец этого грузовика, Хова переворачивает W, и получается ОМОН. И вот так вот есть. Да, уж и дело. Да, ладно. Это отношение к машине, которую он купил, эксплуатирует. Он на ней работает. Не то, что там сдачи домой и обратно, он на ней зарабатывает деньги. Ну, то же самое, ноут, енот. Ноут, енот, здесь все-таки, понимаете, здесь вот такая вот плюшечка такая хорошая, тут раз одну букву, да, и уже как бы вот оно само просится. А согласитесь, ноут, енот, да, и на другой чаше весов Хова ОМОН, очень брутально в этом случае. Давайте сделаем так, запустим смс-голосование. Звучит это голосование на сегодня, ну, просто мя. А вы купите китайский автомобиль? Да. Никогда купил и не жалею. Вот я за вас работаю, между прочим. Сколько я вас призываю, уважаемые телезрители, звоните писать насчет того, так сказать, довольного китайским автомобилем или нет, в случае, если вы такой купили. А вы пока как-то скромничаете. А вот есть звонок, да, моя, так сказать, мои слова, да, мы вас слушаем, здрасте. Алло, вы с нами? Похоже, что нет. Алло. Здравствуйте. О, да, вы с нами, здрасте. Какой у вас китайский автомобиль? Я звоню из Магнитогорского. Прошу. Магнитогорского. У меня автомобиль Ховер H3. Так. Пробег. И он меня ни разу не подвел, но ездил 45 тысяч, три года прошло, я очень им доволен. Спасибо огромное. Следующий Ховер купите? Да, я думаю, о Ховере H5. Там в Магнитогорске у вас, кстати говоря, как с запчастями на китайцев, нормально? Есть проблем, никаких проблем с запчастями у нас нет. Спасибо. Ну вот, значит, был этот клон Toyota Yaris, потом был неудавшийся Cherry Amulet, сейчас снова плюс в сторону Great Wall H3. Это вот, кстати, на мельницу Павла, то, что он Great Wall любит, наверное. Ну, по крайней мере, он сказал, что из всей вот этой вот, из этого квартета, да, кто с 25-го по 28-го место, значит... Я знаю, у вас тоже ведь есть своя, такая любимая машина-то, ну скажите, это же забавно, она стоит ровно только, сколько там у них и у нас. Нет, Максим, я бы как раз не стал бы утверждать и говорить о какой-то любимом автомобиле китайском, я считаю, для меня это было бы некорректно. Вот, я о другом хочу сказать. Мы уходим от очень важного показателя цена-качество. Когда мы говорим об Амулете, надо вспомнить, что этот автомобиль, появившийся в 2007 году, стоил 9 тысяч долларов. Раскупали их очень хорошо. Уйма серых дилеров покупали эти автомобили, а покупка серыми дилерами говорит о том, что есть спрос. Смотрите, что происходит теперь. Сейчас минимальная цена на автомобиль такого класса, наверное, 12 тысяч долларов, не меньше. То есть резко сдвинулась вверх эта планка. Те люди, которые готовы были платить 9 тысяч долларов за Амулет, а автомобиль реальным был плох, тем не менее, они шли на это, понимая, что они покупают автомобиль за 9 тысяч. Там же был электропакет, там было магнитологи, гидрусильтруля и кондиционер. Я сам таком ездил на инфекционер. Наверное, Максим, но надо понимать, что сегодняшний уровень китайских автомобилей, нижней ценовой категории, а это 12 тысяч долларов, это уже принципиально иной автомобиль. Он реально стал лучше и надежнее. Тогда ответьте для Лены из Апрелевки подмосковной. У нас тут жуткие дороги, а ховер с автоматической коробкой стоит брать или нет? Очень прошу вас ответить, у нас следующий звоночек. Ну, скажите, да или нет. Успокойте деньги. Почему бы и нет? Смотря с какими целями. У нас плохие дороги, сказали. Да, просто для плохих дорог не обязательно брать равный недорожник. То есть в ховер все-таки надо понимать, что... Ах, Павел выкрутился. Чего хочет женщина, того бы... Павел не сказал нет. Зато он не сказал нет. Поэтому, в общем-то, почему нет? Следующий звонок, здравствуйте, спасибо, что вы с нами, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да, прошу. Меня зовут Юсуп, я с города Нальчика, с Каверной Локарской республики. И у меня Лифан Брис 2008 года. Пробег 110 тысяч километров. Просто мне сегодня сказали, у меня первая скорость моросит. И мне сказали, что коробка в целом стоит 60 тысяч рублей. Это правда? Спасибо за вопрос. Сходу не отвечу, да или нет. Я тоже не готов ответить. Вполне возможно. Тогда ответьте так, при 110 тысячах пробега, так проблема с коробкой глобальная. Ну, проблемы с коробкой были свойственны для всех китайских автомобилей этого периода, в том числе и для Лифана, выпуска 2002 года. Я прекрасно помню этот период и помню, что вопросы по коробкам возникали. Поэтому ничего удивительного. А нет ощущения у вас такое, знаете, что люди покупают китайские автомобили не потому, что им там хочется китайскую машину купить. Знаете, это как вот, я это говорю всегда так, для тех, кто не успел в свое время купить Toyota RAV4 второго поколения, вот есть Chery Tigre. Дело в том, что ее всегда не поздно успеть купить на вторичном рынке примерно за те же деньги. Ага, вот он правильно взял и выбил из-под ног мой следующий вопрос. А что у нас во вторичном рынке из китайских автомобилей? Проблема китайцев очень большая, это очень низкая ликвидность. То есть, если ты купил автомобиль и проездил какой-то на нем, ну, сравнительно. Я так понимаю, люди стараются гарантийный срок откатать и все. Нет? По-разному. Кто-то ездит дольше, кто-то достаточно быстро убеждается в том, что это не его автомобиль и пытается продать. Но в любом случае предстоит столкнуться с достаточно серьезной потерей стоимости. Я бы добавил пару слов. Во-первых, российскому потребителю не свойственно думать о том, что будет через 3-4 года. Это первый момент. Иначе бы это не покупали. Второй момент. Для многих людей нежелательно приобретение подержанного автомобиля по психологическим причинам. И третий момент. Не надо забывать, что мы живем в обществе потребления. Общество потребления требует от нас менять любые товары как можно быстрее. Если помните, был такой фантастический рассказ, когда одежда к концу дня исчезала. Ну, это, конечно, утрирование. Но, тем не менее, я считаю, что мы идем к этому. Поэтому, если автомобиль отработал свое 3-4 года, ну, почему бы и нет? Я думаю, мы еще от этого вдалеки. Безусловно. Мы можем в этом случае считать, что через 3 года он практически свой ресурс-то и отработал. Если у человека проблемы пристать 10 тысяч. Может быть. То есть, изначальный ресурс, конечно, невысоккий для этих автомобилей. С этим надо согласиться. Ну, если вы обратили внимание на кадры, которые мы вначале показали в общем сюжете. Собственно, ну, роботы Куку стоят на конвейере Мерседеса, Фольксвагена, Форда и тех же китайцев. Я не беру лицензионную сборку. Я беру вот родные их национальные марки, которые, так сказать, вот они нам поставляют. Потому что, ну, что толку нам поставлять китайский Фольксваген? У нас вот свой делают. Какая разница? Что там он, что здесь он. Ну, если мы не берем совсем старые модели, которые там делают, типа, там, Сантана, да, по-другому у меня. А у нас уже просто как бы, ну, неловко и стыдно. И при всем при том, то есть, начинка классная. И вот они-то и сами такие шустрые. И я так понимаю, что патентного права там нет, да. То есть, вот, подойти, сфотографировать, измерить линеечкой, штангенциркулем померить, а потом быстро добежать до себя, электронную почту отдать. А там уже команда обычных людей, все это хоп-хоп-хоп. И послезавтра готово. Ну, немножко упрощаете. Ну, хорошо. Ну, тем не менее, это так, да? То есть, они ведь копируют не самые плохие вещи. Почему же копия всегда хуже оригинала? Ну, не просто. Машина, это не конструктор Лего. То есть, взял, этот утил скопировал, этот собрал, и все получилось. Машина требует, в том числе, и тонкой настройки. И для этого нужны очень квалифицированные специалисты с большим опытом работы. Вот интересно, нас в Китае транслируют или нет? Сейчас, Павел, практически основополагающая речь для всего китайского автопромоска. Ну, я бы добавил, что иногда копируют очень неплохо. И, например, двигатель Лифана, того же Бриза, очень удачный получился. Но Павел абсолютно прав. Когда двигатель ставится на автомобиль, и подбирается коробка, и там передаточные числа, то вот тут уже начинаются проблемки. Когда брать с подъезда, руль, тормоза, то все это образует гремучую смесь непредсказуемую. Следующий звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Какая жалость. Мы еще здесь, перенаберите нас. Давайте тогда так. Я все-таки пытаюсь вас вывести в какой-то самый-самый китайский автомобиль. Но вы были сто раз в Китае. Ну, я утрирован, но не сто. Девяносто девять. Двенадцать. Вы тоже были в Китае. Ну, так вы расскажите, наш телезритель. Я не был в Китае, поэтому с меня взятки гладкие. Я там, слава богу, пока не был. Значит, вы были, вы смотрели вот это все. Одно дело, когда то, что доходит до нас, даже пусть и усиливая официальная идея. Другое дело, когда они выставляют вот что-то для себя, что-то на перспективу. Потому что вот, если вы вспомните это видео из первого сюжета нашего, там ведь, ну, уже, я так понимаю, что история, когда они копировали просто BMW X5 или там Porsche Cayenne первого поколения, уже закончилась. То есть, ну, даже там они поняли, что это бессмысленный путь. Это деградация. Надо вот кузов заказать у Ital-дизайна, как все приличные автомобилисты делают. Значит, двигателем доведет Lotus, да? Значит, тормоза они сделают вместе с Brembo и Lucas. И, в общем-то, как бы вот... Есть такая машина или нет? Я думаю, что, как и в любой стране, где есть развитый автопром, в Китае есть очень удачные модели, местные, не копированные. Ну, не важно, даже скопированные, но с местными лейбами. Так и неудачные. Если говорить о поездках в Китай, я обратил внимание, что они ездят на грузовиках китайских, на автобусах китайских. То, что у нас ругали. Это функциональная идея? Ну, не важно. Я хочу сказать, что, значит, эти автомобили вполне выполняют свой функционал. Другое дело, что есть автомобили, есть некоторые модели в Китае. Ну, например, там микроавтобус размером 4 метра, 8-местный. Представляете, да? Ну, почему нет? То есть для китайцев это нормально. Они сидят вот так вот, 8 человек, а наших туда влезет четверо. То есть несколько иные требования, в том числе даже антропологические несколько иные требования. Вот. Но я не сомневаюсь, что в Китае уже сейчас есть автомобили вполне достойные, которые готовы эксплуатироваться в холод, в бездорожье, готовы пробегать там 100-150 тысяч километров, и при этом стоят пока чуть дешевле. Но вот это пока чуть дешевле, скоро кончится. Прежде чем Павел ответит, давайте примем звоночек, потом Павел скажет самую-самую свою заветную марку китайскую. Алло, кроме Гритволка. Мы вас слушаем, здравствуйте. Алло. Да-да, прошу. Алло, здравствуйте. Я по поводу китайских автомобилей. Да-да-да. У меня Черри Тигра. Купил в 2007 году. И будьте добры, еще раз, Черри какая марка, модель? Черри Тигра. Ой, я тоже не разговариваю. Просить нас, ради бога, мы не поняли. Мы поняли, что только Черри, а что там дальше? Все время звук выпадает. Черри Тигра купил в 2007 году. Алло, да. Да-да, вот и все, да, давайте дальше. Ага. Алло. Да-да, Черри Тигра. Вы купили. Черри Тигра в 2007 году купил. Пролазил на нем и по горам Ингушетии, и по Москве, и где только не ездил. Около больше 200 тысяч пробега. Серьезных поломок нет. На родной резине прошел 130 тысяч километров. Машиной доволен по полной программе. У вас была полноприводная версия? Нет, передний привод, чум, была. Она есть. Она есть? Я даже езжу. Я доволен. Меня устраивает полностью. А если не секрет, марка резина, вы сказали, сколько там, 130 тысяч на ней проехали? Нет, на ней я проехал 185 тысяч. Марка Покрышек. Что? Марка Покрышек? Да, да. Я, честно говоря, не знаю, какие стояли родные. Ну, а что они тоже китайские? Ну, конечно, что фантастическое. Да, спасибо. Ну, пока, так сказать, вы, безусловно, лидеры нашего хит-парада, Черри Тига, с пробегом там под 200, это, конечно. А может, вам просто повезло, вот и все, да? Внушаем. Повезло ему? Может быть. Павел, повезло? Может быть. Я говорил в самом начале о том, что здесь есть некая лидерея, может тотально повезти или тотально не повезти. У кого-то начинает сыпться сразу, у кого-то ездит 200 тысяч, а нет поломок. Согласен. Вот, например, вот люди сидят у телевизоров, а мы топчемся только на одном грейт-воле, при всем уважении к ховеру, да? Но это, в общем-то, я понимаю, что это вот взяли, это Исузу, как он назывался, забыл, не помню, но неважно. И вот вокруг него танцует. Давайте здесь сделаем, давайте тут, давайте тут, тут, туда. Что еще? Прогрессирую в том числе с точки зрения безопасности. Но те модели, на которых я ездил, все действительно, поскольку там есть какой-то узел удачный, какой-то неудачный. И сказать, что вот идеальное сочетание какого-то автомобиля я встретил, к сожалению, я не могу. У всех были какие-то достаточно видимые, ощутимые недостатки. То есть, если человек покупает китайский автомобиль, он должен четко понимать, там, он покупает именитый бренд, он за это платит. А когда он покупает китайский автомобиль, то он просто должен для себя трезво сделать для себя трезвую. Я за это не плачу. Хорошо, по-другому поступим. Вот, человек на распуте, с одной стороны, китайский автопром, как правильно сказал Евгений, он у нас такой вот китайцы, да? Это как джип, любой полноприводник у нас джип. Да? Имя, собственно, решательно. И, с другой стороны, отечественное автопром. Ну, много. Да? Как бы вариантов и по цене, и, так сказать, теперь уже слово упаснощение. Отечественное вас вы имеете в виду? Ну, хотя бы, да, его, да. Значит, на распуте люди, что им предпочесть? Своё родное, которое теперь уже во многом и не родное, потому что это уже перепевки того же Рено, там, и так дальше. Или же вот китайцев изыграть в какую-то лотерею? Ну, вы эксперты, братцы, вы должны знать. Для себя я так скажу. Я, в принципе, рисковый человек, но к риску покупки китайского автомобиля я пока не готов. Ну, наверное, этот выбор должен сделать каждый. Павел сказал, как в своё время Жваницкий. Выбирай, но осторожно. Осторожно, но выбирай. Так, вы, Евгений, что скажете? Ну, я тоже, пожалуй, не готов купить китайский автомобиль, хотя никаких разумных обоснований для этого я не готов привести. В развитии мысли Павла я могу сказать следующее, что по собственному опыту могу сказать так. Действительно, есть автомобили очень удачные, но в каждом китайском автомобиле, в каждой модели существуют, как я их называю, китайскости, которые вызваны либо попыткой сэкономить, что, в общем-то, вполне разумно, но иногда приводит к тому, что появляются вот эти пластиковые ручки, которые отламываются, да? Либо неудобно расположены кнопки какие-то управления, понимаете? То есть китайцы в первую очередь думают о том, что снаружи, а о том, кто сидит внутри, то есть об эргономике, они думают не в первую очередь. И зачастую вот эти китайскости, они, конечно, сильно мешают. Но кто-то с ними мирится. Я бы о другом сказал. Все-таки реклама своей машины очень важен сервис. И если у того же отечественного автопрома он как-то более или менее прогнозируемо и прозрачен, то у китайцев есть шанс, если даже сегодня сервис нормальный, то завтра этот бренд может уйти, и что с ним делать, совершенно непонятно. Иными словами, я хотел сказать вот, что выбирайте, если уж выбираете китайца, выбирайте тот бренд, у кого наиболее разъединенная сеть по стране. Потому что мало ли, куда вы поедете в отпуск, а там что-то, не дай бог, да? И где вы будете заставить запчасти? У нас было СМС-голосование, мы уже все, на финишную прямую вышли. А вы купите китайский автомобиль? Да, никогда, купила, не жалею. Интересно, что бы вы сказали. Ну ладно, я не буду. У нас же тут есть сейчас телезрители. У нас же накануне, накануне, это же вопрос, мы задали на официальной странице нашей программы ВКонтакте. Вот какие были ответы. Да, а вы купите китайский автомобиль? Да. Сказал 69 человек, 23,1%. Никогда 208 человек, 69,6%. И купила, не жалею, всего 22 человека, это 7,4%. Вот, значит, теперь те, кто нас смотрит, основываясь на ваших же экспертных советах, и я тут немножечко вам разбавлял, значит, да, сказала 18%, вот в данную минуту. Никогда 30%. 52 купила, не жалею. Вот 30 никогда и 69,6% никогда интернет-аудитория и аудитория, которая сидит сейчас у своих экранов телевизора. 30% никогда, по моим оценкам, многовато. Я всегда считал, что такой процент порядка 20%, который никогда не купят. Ну, это мой опыт в бизнесе, в автобизнесе об этом говорит. Поэтому я думаю, что 30% все-таки завышенное. Но 20% это вполне разумная цифра, которую никогда не купят. Безусловно. Я думаю, что ситуация может измениться, потому что китайцы прогрессируют. Если они смогут выстроить понятную, прозрачную, долгосрочную политику в нашем рынке, тогда эта цифра может быть и меньше. Если, как сейчас будет чехарда, сегодня продаем, завтра не продаем, послезавтра еще что-то, то у китайцев будет много недоброжелателей. Вот заметьте, в течение 40 минут мы попытались найти самое-самое, что в китайском автором есть хорошего. И вы, и эксперты нашли несколько марок и моделей, за которые не стыдно, и которые можно назвать автомобилем. Ура! Я думал, что такие не найдутся. У меня в гостях сегодня были Евгений Межов, эксперт по китайскому автопрому, и Павел Носов, обзыватель журнала «Автобизнес-ревью». Меня по-прежнему зовут Максим Приходько. Мы сегодня говорили о китайских автомобилях. Надеюсь, вы кое-что намотали себе на ус. Ну, а почему? Они, по крайней мере, внешне-то такие же, как и все. Всего доброго, удачи, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.